Всем привет, меня зовут Вика, и сегодня я вам хочу рассказать о своем самым-самым любимом из пользовательского контента в Sims 4. Давайте я вам сначала покажу его в кассе и расскажу, почему это я люблю больше всего и чаще всего использую. И сделаю очень-очень важное объявление, связанное с Тамблером. Возможно, кто-то его слышал, но я не могу молчать, поэтому все это будет в конце. Для начала я вам хочу показать такие базовые вещи, это скинтон, глаза, которые я всегда-всегда использую в игре, и кроме них я очень редко применяю что-то другое. Начнем со скинтона, это у меня такая маска только для лица, тело у моих персонажей остается без какого-либо доп-контента. Мне очень нравится этот скинтон, потому что он такой, он не слишком плоский, и в то же время не реалистично, а такой прям идеальная золотая середина для моих персонажей, которых я создаю с Макси с Мэйч прическами. Больше всего мне нравится использовать скинтон с такими пятнышками, немножечко с веснушечками. С ним кожа выглядит более интересно и как-то естественнее. Теперь мы переходим к глазам. Я использую глаза в основном двух авторов. Это Пиксис, а второй автор это Авеера. Простите, если как-то не так буду читать название авторов, креаторов. У меня глаза есть эти как в дефолтном варианте, так и в гриме, что достаточно удобно в некоторых случаях. И вот первое я вам показываю глаза Пиксис. Они вот несколько лет назад были очень популярными, по-моему, очень-очень много кто их использовал. И мне они тоже понравились. И сейчас есть похожие глаза и от других креаторов, но вот мне все равно нравятся такие. От Авееры у меня нет глаз именно в гриме. И я вам оттенки решила показать в особенностях кожи, где у нас гетерохромия. Вот тоже отличный такой, кстати, пунктик. И там представлены все оттенки глаз. Очень-очень красивые глаза. Тоже нафорсенные везде. Ну, блин, они реально классные. И последнее, что связано с лицом Сима, это губы. Помада, которую я просто постоянно-постоянно использую. Не знаю, мне не нравится ни одна помада так, как мне нравится эта. Она супер универсальна и подходит просто для всех. У меня скачано множество помад. Конечно, мне очень много. Но просто, я не знаю, я их качаю. Мне не нравится, как они выглядят. И я все равно применяю вот эту помаду. Если мне нужен какой-то нюдовый оттенок и такой небольшой блеск на губах. Дальше мы переходим к прическам. Такое небольшое предисловие это то, что я буду показывать не совсем мои, типа, самые любимые прически, а самые любимые авторы причесок, и буду показывать несколько их причесок, чтобы вы имели представление о том, как автор вообще создает прически, какие он создает прически, какие цвета использует. Первый автор, я не помню его имени и не вижу на экране, к сожалению, сейчас. Но мне очень нравятся вот его, в частности, две вот эти прически, волнистые волосы и прямые. Они, не знаю, очень аккуратные, очень идеальные, и очень красивые цвета он использует. Прически следующего автора очень тоже аккуратные и такие милые, и вот именно подходят для симок таких, которые леди, такие аккуратненькие леди. Очень богатый словарный запас, Вика, класс. И у меня также скачаны к ним перекраски от других авторов. Я о них скажу чуть позже. Но вы просто посмотрите, как пример. Не все, конечно, там для леди, но вот, которые такие самые классные, вот это вот именно, которые для леди. На самом деле я достаточно привередливая в плане кастом-контента. Мне нравится все очень-очень качественно выполненное. И вот эта подборка авторов, я вот реально старалась выбирать таких самых-самых классных, у которых реально очень качественные вещи и прически. Следующий автор, я с ним, оказывается, познакомилась очень-очень давно, когда только начала скачивать кастом-контент, когда только начали делаться эти Макси с прически. И вот тут недавно он возродился в виде вот такой вот красивой красоты. Просто, я не знаю, такой красивый хвост. Очень классный, я просто в шоке. Автора зовут Энрике. И, пожалуйста, извините, если я... Если это девушка, я в мужском роде об этом говорю. Там он выпустил, или она, целый такой, получается, пак причесок. И просто look at this. Это шедевр. Очень красивые, аккуратные волны. И вот изначальные работы, которые... Это реально первые мои прически. Я была в шоке, когда узнала. Я просто увидела какое-то знакомое имя и думала, блин, где-то я такого уже встречала. Вот. И раньше, конечно, похуже. Как бы скилл прокачался, видно. Ну, похуже, в плане, там, какие-то текстурки, что-то не очень. И прически эти я достаточно часто использовала. На Джейн из школы моделей, если кто-то остался из этих времен. Следующий автор, он точно мужчина, это я недавно выяснила. Который, я не знаю, мне кажется, его знают просто все, кто увлекается гастом-контентом. Это реальный must-have причесок. Делает очень-очень классные прически. И у него очень классные свои цвета причесок. Такие приглушенные розовые, фиолетовые, синие, зеленые тона. Тоже очень красивые. И качество этих причесок на высоте. И когда у него появляются новые прически, я обязательно скачиваю. Я не могу что-то у него не скачать. У следующего автора просто бомбические прически. Это не Maxis Match в плане того, что... Как бы в основном Maxis Match прически это переделки причесок от разработчиков Sims. А тут это не альфа, а тоже такие пластилиновенькие прически. Но они такие аккуратные. Вот если бы в Sims, блин, были бы все такие прически, это было просто идеально. Вот эти тонкие пряди. Некоторые прически мне, конечно, не очень нравятся. В плане того, что они не совсем подходят под внешность моих персонажей. В основном прически очень-очень классные, очень качественные. И, не знаю, я правда зашла, когда на сайт, я все это искала. Я как бы качала это с тамблера и не заходила на сайты креаторов отдельные. И когда я зашла, там очень-очень много всего. Так что очень-очень интересный автор. Советую приглядеться. Следующий автор. Это автор, у которого мне очень нравятся прически с косичками. И вообще прически в таком африканском стиле. Косички очень классно выполнены. Мне очень нравятся. И класс, лайк. Следующий автор. Он создает как одежды, так и прически. У него немного причесок. У меня, по-моему, его только две прически. Но они такие классные. Вот это одна из моих любимых вообще на свете причесок. Она очень качественно сделана. И она очень аккуратная. И вторая прическа с короткими волосами тоже очень-очень классная. Она подходит, блин, не знаю, всем моим симкам. Но они очень здорово лежат. И красота-то и только. Что еще можно сказать? Все, нет слов. Следующий автор. Мне не совсем нравится уровень выполнения этих причесок из серии Sailor Moon. Но так как эти прически из Sailor Moon, и, блин, они реально требуют большой работы. Ну, мне не нравится просто челочка, вот эта чуть кривая. Но все остальное достаточно здорово сделано. И то, что, блин, это Sailor Moon, это заслуживает отдельного скачивания. Даже если я это не буду использовать. Также у этого автора есть другие прически. И мне нравится, что это длинные волосы. Потому что Maxis Match длинных волос очень-очень мало. И их на самом деле сложно сделать довольно-таки качественными. Но этот автор справился. Справилась. И все выглядит очень-очень здорово. Итак, следующие два автора. Это авторы перекрасок. Первый автор. Я зашла, когда на ее сайт, то увидела, что она давно не делала перекраски. И она также создает свои прически. Но мне нравится, что она делала перекраски для каталогов. И цвета, в принципе, очень-очень классные. Единственный минус. Особенно натуральные цвета. Они просто шикарные. Но вот тут мне в этом авторе не устроил розовый цвет. Он не тот, какой я хотела бы видеть. И вот у следующего автора. Там уже цвета получше розовые. Вот именно такой розовый, который мне нужен. Ну и, в принципе, тоже цвета достаточно яркие. Очень красивые желтые и оранжевые цвета. Такие более сочные. И этот автор сейчас активно перекрашивает прически. Или по его палетке, палитре перекрашивают другие авторы. Ну, в общем, мне нравятся эти цвета. Они классные. Ставлю лайк. Теперь мы переходим к одежде. Тут я также буду рассказывать именно про авторов. И также буду какие-то единичные кофточки, маечки. Показывать, например, как эту футболочку. Она мне очень нравится тем, что она вполне себе универсальная. И я ее, точнее, люблю много на кого-то. Такие футболочки. Просто нравится. Следующие это джинсы, которые я использую почти всегда, когда мне нужны скинни джинсы. Потому что у них идеальная завышенная талия. Идеальные цвета. И также есть с дырками для создания более таких интересных персонажей. Короче, очень классные джинсы. Следующий это уже автор, у которого мне нравится некоторая одежда. Она достаточно качественно выполнена. И очень красивая, и очень красивые цвета. Я очень тщательно выбираю одежду, которая сделана как альфа. Потому что мне не нравится, когда очень много текстур, которые проваливаются. Не знаю, там, части тела Сима. И мне нравится альфа одежда, которая очень аккуратно и качественно смотрится. Очень так естественно, без всяких провалов текстур. Так, следующее это супер универсальная юбка на все случаи жизни. Она черная всегда, но с разными элементами. Есть такая классическая. Есть кожаная. Есть такая ткань более типа тепленькая. Есть вот с таким вот там разрезом сбоку для смелых девушек. Короче, очень классная юбка. Об этой авторше я еще с вами поговорю попозже чуть-чуть. Следующее это вот, который как раз таки делал прически. Очень классные, качественные. Вот две. И у него такая же классная, качественная одежда. Вот это вот пальто. Оно супер классное. Такое классическое. Очень базовое. И там два варианта. Футболочка и водолазочка. Очень классно смотрится. И также есть кофточка, которая мне кажется идеально подходит для создания вот школьной формы какой-нибудь. Одеть в нее своего подростка и типа он учится в какой-то школе специальной. Джинсики следующие. Это такой для меня идеальный вариант мам джинс. Вроде так эта модель называется. Они просто классные и качественные. Все. Следующий автор, который создает тоже очень-очень классные, качественные альфа вещи. Они очень естественно смотрятся. Вот эти все складочки. Они очень аккуратные. И эти вещи лично для меня эстетически приятные. И у них очень классные цвета. И мне они очень нравятся. Следующие штанишки. Я не помню того же автора они или нет. Но мне тоже нравится как они сделаны. И они такие прям идеальные спортивные штанишки. У меня вот как-то есть две версии их. И что из них перекраска. А что оригинал. Я что-то не разобралась. Забыла. Следующая футболочка, которая тоже очень-очень универсальная. И у нее куча перекрасок. И вот как я вижу две точно от автора. Но по-моему они даже три от автора. Эти все перекраски типа в однотонных тонах. И еще с какими-то прикольчиками. Мне очень нравятся принты. Некоторые какие-то минималистичные. Некоторые шуточные. В общем идеально для всех. Даже Sailor Moon есть. Что может быть лучше. И с бананами. Просто идеально. Следующая юбочка. Которую я считаю тоже достаточно универсальной юбкой миди. Мне очень нравятся такие юбки. Но вот в Sims. Когда я скачивала такие юбки. Мне не совсем нравились фасоны. Но вот крой этой юбки для меня идеальный и универсальный. Если я хочу, чтобы у персонажа была вот миди-юбка. То скорее всего будет вот эта юбка. Следующая это идеальная блузка. Просто идеальная красивая блузка. Я когда ее увидела. Я очень сильно ей восхищалась. Как она классно сделана. И все. Просто очень хорошая. Блузка. Следующая это юбка. Которая тоже такая очень-очень универсальная. Если кому-то я хочу. Кого-то я хочу одеть в юбку карандаш. То это скорее всего будет эта юбка. Потому что у нее достаточно много цветов. И они все универсальные. Как бы там основные цвета есть. Белый, серый и черный. И все цвета радуги. И они в принципе в основном подходят. К верхней одежде. Итак, следующее. Это верхняя одежда. От моей самой любимой авторши одежды. Произношу неправильно имя этой авторши. Трилик. Три лайк. В общем не важно. Главное то, что она делает очень классные качественные вещи. У нее вещи Maxis Match. Ну выглядит как Maxis Match. Но при этом это все новые Мэши. И они очень качественные. Повторюсь. У нее мне очень нравится палитра цветов. Она мне прям очень сильно импонирует. И также мне очень нравится стиль ее одежды. И каждую новинку я сразу скачиваю и использую. Потому что ну это просто перфект. Итак, следующее. Это мой любимчик в плане шорт. Вот такие вот шортики. Завышенной талии. И они не совсем короткие. И с таким вот подворотом. Это вот даже лично для меня идеальные шорты. И я все никак не могу купить себе такие же шорты. Потому что вот это фасон шорт, который идеальный для меня. Не слишком откровенный. И при этом как бы шорты. И все аккуратно смотрится. И все хорошо. Итак, следующее. Это значит теперь категория идеальные джинсы. Которые завышенной талии. Которые не скини. Эти джинсы я тоже постоянно везде использую. Я недавно скачала перекраску. Которая такая более Maxis Match. Но мне в принципе нравятся оригинальные. Цвета. Оригинальная текстура. Очень классные джинсы. Всем советую. Следующий автор, с которым я совсем недавно познакомилась. Которого тоже влюбилась. Очень мне понравился вот этот свитер. Особенно текстура на розовом и фиолетовом цвете. И также у него в принципе и другая одежда. Тоже очень классная и качественная. Следующее это Must Have. Такая модненькая юбка. Она мне очень нравится по качеству. И кстати, не обращайте внимания на то, что там вот внизу она как бы поплыла молния. Так было на всех предыдущих юбках. Дефект это из-за того, что у девушки на ногах пресет специальный. И он гнет все вещи. А так юбка очень классная. Итак, следующая категория это уже платья и вот все, что относится к цельным таким аутфитам. Первое это автор, у которого мне очень нравятся свадебные платья. Эти платья я использовала для свадьбы Люсиль и Элис. Из искушенных любовью даже перекрашивала платье сама. Но также у этого автора есть и классные другие платья. Они очень качественные, очень так хорошо сделанные, не вычурные, не супер такие объемные. Ну, мне такое нравится. У следующего автора мне очень понравилось это платьице. Оно такое аккуратненькое, красивенькое, миленькое. Очень подойдет к прическе автора, у которого элегантные прически. Ну, такое достаточно повседневное платье. Например, если я не буду знать, во что мне одеть Сима, какого-нибудь, может быть, даже левого, то я его одену в этот наряд. Следующий автор, у него очень-очень классные платья, одно из которых вот это платье. Замечательная у него текстура, очень классно сделана. Особенно мне очень понравился бантик сзади. Не знаю, он такой аккуратненький, такой прям... Ой, ну так все блестит, красиво, в общем, потрясающе. И на сайте автора вы можете также найти очень-очень много классных платьев. Вот реально очень много. Итак, внимание, теперь следующий автор, о котором должны знать все. Об предыдущих тоже должны знать все, но об этом еще больше должны знать людей. Об этом авторе я узнала, когда был Хэллоуин, и он выпустил пак, получается, хэллоуинских нарядов. Они такие супер качественные. И это как бы не альфа. Я даже не знаю, что это. Может быть, это и альфа называется, но это очень-очень круто. Они настолько качественные, что я вообще в шоке, что такое можно сделать. И когда я зашла на сайт этого автора, я еще больше удивилась, потому что он создает контент для Симса из других игр. Там одежда из различных игр. Бордерлендс, еще какие-то игры. Не запомнила ничего. И они реально такие качественные. Я просто в шоке, в какой программе он это делает. Вообще. Автор просто большой-большой молодец, большой респект ему. Хоть у него есть, получается, специфичная одежда, которую не каждый человек скачает, но все равно это, блин, достойно уважения. Теперь мы переходим к нижнему белью. Первая это вот такая сорочка. Мне очень нравится ее исполнение. И вот для фотосета самое то. Так, следующее это труселя от моей любимой. Просто трусы шикарные. Это мои самые любимые трусы на свете. Они такие бедра делают, прям сочные. Очень здорово. И, блин, и мне безумно они нравятся. Следующие трусы от кого-то тоже. Ну, мне нравится их как бы разнообразие. Они как бы все черненькие, но мне нравится разнообразие формы. Итак, следующее это у нас опять аутфиты цельные. Я почему-то так странно разделила, но не важно. Это такой наряд, который в честь Хлэйна вышел. Мне что нравится в этом наряде, так это то, что автор объединил очень тут много вещей из Симса и создал вот это. Меня очень удивила и поразила фантазия автора. И я не могла не скачать это платье, но оно реально очень классно и гармонично смотрится. Следующий такой наряд. Он просто очень миленький и классненький. И в какой-то момент я его много на кого цепляла, как Вика делает обзоры. Миленько, классненько, качественно, красиво. Следующее платье универсальное. Мне нравится его текстура. И тоже оно достаточно многим Симам подходит. Ну, такое для базового гардероба. А следующее платье уже не для базового гардероба. Это уже такое на выход. Очень элегантное платье. И мне оно очень нравится. Вот тоже его исполнение. Но больше всего мне оно нравится вот в красном цвете. И в таком красно-малиновом цвете. Такое очень секси. И следующее это коллекция автора, которая что-то там от кутюр называется. Что-то такое. И там вот целая коллекция. Вот вы можете видеть на экранчике. Очень много платьев. И посмотрите, какие они классные. Реально вот дизайнерские такие платья. Очень-очень красивые. Мне кажется, они идеальны вот для дополнения слава. На красную ковровую дорожку только в них. Следующие у нас купальнички. Эту купальничек опять от моей любимой. Все ее ношу. Все вам показываю. Все ее вещи прибамбасы. Все ее создания. Вот. Реально классный ответ. Особенно вот купальник с повязочками, где много. Ну не знаю. Очень красивый. И в основном от нее купальники я использую. Следующий купальник, который мне тоже очень-очень нравится. Мне кажется, автора этого купальника я упоминала. Вот какую-то из одежды он делал. Но я не помню какую. Но я помню, когда я искала все эти сайты, я обнаружила, что он делает этот купальник тоже. Поэтому, да. И следующий купальник, мне он очень-очень нравится, что он такой супер секси. Просто look at this. С ним попка. Просто то, что надо. Ну и следующее. Я хотела сделать отдельную категорию теплой одежды, но как таковое особо у себя ее не обнаружила. Но вот поделюсь вот этим вот пальто. Пальто очень классное. Мне нравится его исполнение. Теперь перейдем к обувям. У меня есть такой монополист. Мой личный в мире обуви кастом-контентной для Симса. Это Мэдлен. Надеюсь, я правильно произнесла. Этот автор делает просто потрясающую обувь. И этой обуви много. И она вся очень-очень разная. И поэтому у меня даже нет необходимости практически скачивать обувь у кого-то другого. Есть, конечно, точнее, были моменты, когда мне нужна была определенная прям обувь. И я уже на тамблере по поиску смотрела. Ну а так я просто скачиваю новинки у этого автора. И все. Я ни в чем больше не нуждаюсь. Очень классная, качественная обувь. Безумно мне все нравится. И, ну, мне кажется, что тоже многие знают об этом авторе. Но я не могу не упомянуть его. И совсем немножечко про мужскую одежду. То про мужские прически я особо не буду говорить. Потому что я очень редко их скачиваю. Вообще редко что скачиваю для парней. И если скачиваю, то, в принципе, у тех же авторов, которые я и упоминала. Либо вообще какие-то одиночные прически от разных авторов. То есть у меня нет какого-то любимчика мужских причесок. А вот в одежде у меня есть тоже один такой монополист. Горилла делает потрясающую одежду мужскую. Вот тоже качество исполнения. Как лежит ткань. Как это все смотрится. Аккуратно. Очень-очень стильно. И, конечно, это очень сильно подкупает. И мне хватает. Мне достаточно. Я очень рада, что есть такой автор. И я могу только у него скачивать. И буду счастлива. Также штанишки он делает классные. Для девушек он тоже делает одежду. Но мне больше нравится все-таки вот у него мужская одежда. В описании под видео я вам оставлю ссылку на обсуждение в своей группе ВКонтакте. И в этом обсуждении будут все-все ссылки. Там такой большой списочек. Я не хочу его выкладывать именно сюда на YouTube. Мало ли что может быть. Поэтому я просто маленькую ссылочку оставлю здесь. И вы перейдете и уже увидите большой такой список. В этом списке представлены ссылки на официальные сайты. Или на сайты Стамблера. С The Sims Resource. Авторов. Всех которых я сегодня упомянула. И я не стала оставлять ссылки на конкретные вещи. Потому что некоторых авторов их очень-очень много. И это очень долго искать. Лучше вы зайдете на сайт просто автора. И сами поищите что-то новенькое. Найдете для себя вот что вы не видели в видео. Чтобы вы могли нормально знакомиться с автором. Ну а если я рассказывала про одиночные какие-то вещи. То понятное дело на них я оставлю ссылку. А вообще я скачиваю всю-всю одежду. Слежу за новинками этих же авторов. В основном не заходя на их сайты. Потому что там надо много закладок себе тогда делать в браузере. А слежу за новинками на замечательном тамблере поисковике просто мега вещь. Там вы можете по тегам найти все, что вам надо будет. И позы, и анимации, какие вам нужны. И одежда по различным критериям. И прически также. То есть сделано все супер-супер удобно. И несколько раз в месяц я просто туда захожу и скачиваю новиночки. И проблема в том, что тамблер поменял свою политику. И согласно этому изменению, контент, который 18+, он будет удаляться с 17 декабря. И по какой-то такой интересной причине наша Лана попадает под этот контент. И это безумно грустно. Я об этом узнала с поста Кримимун. Потом я об этом еще более подробно. Причину узнала из видео Руслана Усачева. То есть с чего вообще все это началось. Почему так? Почему они резко поменяли политику свою? И было принято решение создать петицию. Я на самом деле не знаю, вообще помогают ли эти петиции или нет. Но мне кажется, это чуть ли не единственное, что мы сможем сделать с вами. Чтобы попытаться спасти наш любимый блог. И это реально очень удручает и пугает на самом деле. У меня вот таких вот подобных удалений, блокировок очень сильно триггерит. И не знаю, мне прям сразу трясти начинает. Я оставлю ссылку на петицию внизу. Ссылку на пост Кримимун тоже внизу. На видео Руслана Усачева, наверное, тоже оставлю. Там он прямо в конце своего видео про Tumblr рассказывает. Если вам также дорог Tumblr и кастом контент в Симсе, как и мне, как и всем нам, Симмерам, то будет очень классно, если вы подпишите эту петицию. Вдруг у нас получится что-нибудь сделать с этим. Но мне кажется, это вызвало такое большое недоумение, возмущение аудитории Tumblr, что, блин, ну нельзя это оставить просто так без внимания у руководства Tumblr. И они должны же что-то сделать. Не только Лана страдает, много кто страдает. И поэтому, да. Короче, надеюсь, что вы будете классными чувачками и подпишите эту петицию. Йоу! Ну, а я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я над ним достаточно много так работала. в плане вот поиска вот этих всех сайтов, подборки контента. Надеюсь, что оно вам понравилось, было для вас полезным. Может быть, кто-то нашёл для себя новых авторов. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok